Здравствуйте, дорогие зрители, вновь мы с вами, и сегодня мы расскажем вам, что новенького творится в Голливуде, ну и, само собой, затронем новости шоу-бизнеса, что там натворили его экстравагантные представители, чем пытаются нас, присыщенных всем этим зрителей, удивить. Забыла зевнуть. Зевнуть забыла. Так, зрители, здравствуйте. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Короче говоря, первая новость у нас не очень-то веселая, но ничего, не смертельно. Том Хэнкс. Ага, еще с ним. Чего не спросишь, чего Том Хэнкс? Вот я спросила, чего с Томом Хэнксом? Ну, заболел он, у него диабет второго типа. И? Ну вот, доктор ему велел худеть до 43 килограммов, сказал, что, значит, ему нужно достичь того веса, который был у него в колледже, А это был 43. А по которому сколько было тогда? Ну, сейчас ему 50 лет, а в колледже-то ему было сколько? Лет 18-19. Да, и как он будет выглядеть? Вот это другой уже вопрос. И как он существовать будет при таком весе? Вот так вот и будет. Нет, ну ты смотри, значит, это суровая диета и упражнение. Диета какая? Значит, ничего углеводосодержащего. Не жрать. Ничего. Очень, короче говоря, рот зашить. Всё. Какая прелесть. Не, ну я, конечно, понимаешь, я с этим делом как бы знакома, да, не понаслышке, но на собственной шкуре. А вот, в общем, конечно, мы же живём-то не для того, чтобы дожрать. Не, ну понятно, но теперь у него открывается такое поле деятельностей. Что он может делать? Фильм ужасов без грима и жертвы концлагеря. Ага, Крепыш-освенцем он называется, извините. Да, 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 Крепыш-освенцем. Вот, ну проблема, да. Сейчас проблема, он сам говорит, что он, в общем, не знает, в чём он сниматься. Там может, ему же надо, значит, вес, чтобы не увеличивался. Да ни в чём он сниматься не сможет, он ноги носить не сможет. Он же старый, хрен уже. Какое время ему 43 килограмма весит. Ну вот, 50 килограмм. Врач-идиод менять надо. Да, ну слушай, а он не бедный. Я думаю, просто существует и совершенно спокойно без работы. Займётся чем-нибудь. Вот, вот, вот. О, кстати, вот тут одна фемина может получить, как сбросить вес кардинально. Ким Кардашьян. Любимая наша. Ага. Слушай, ну во время беременности её чудовищно разнесло. Ну что бы, нормальная беременность, это 20-30 килограмм. Да, и она поняла, что лишний вес ей просто экономически не выгоден, потому что она же в физиономии и тельцем-то своим тушкой торгует, правильно? Тушкой. Да, ничего другого-то у неё нету, вот буквально после она это делает. И, в общем, пришлось ей худеть очень быстро. На чём? На белковой диете Аткинсона. Ой, мама. Ну там система такая, что белок, белок и белок, и зелёные овощи, всё остальное, значит, типа углеводосвежащие, всё это побоку. Ну, в общем, по-моему. Машки волосы так живут, ничём он. Ну, она же низкий мус. Вообще она непонятно, что такое есть. Ну вот. Ну и, короче говоря, остаётся надеяться только на то, что она ничего себе из внутренних органов не повредила, никаких камней, ни в желчном пузыре, ни в поджелудочной не завела. Да? Вот. Ну, а тут опять-таки у неё событие же великое, к похуданию приуроченное. Да, замуж выходит, не скажи. Да, да, она выходит замуж за отца своей дочки. Рэпер Канье Уэст. Ну и, само собой, само понимаешь, фото, видео, интервью, телевидение тусуется вокруг. Вот знаешь, что мне интересно вообще? Да. Вот что зрителю интересно в этой вообще бабе странной? Ну да господи, она живёт той жизнью, мать, которой стремится жить, каждая вторая баба. Не петь, не танцевать, книги не писать не надо, ходи по тусовкам, жри на халяву и фотографируй. Ну да, ну да, ну да, ну да. Ну да, ну да, ну да, там, ты нам права, потому что, вот, чисто говоря, ну не знаю, я голову не возьму, потому что такая баба... Что она, что Перис Хилтон, ну Перис ещё по раз где-то снялась. Не, ну Перис ещё там в кино где-то там, да, что-то там пыталась вести какие-то программы, а это же вообще... А она светская левица. А, ну да, да, да. Левица, блин, нашлась. Фу, как тебе не стыдно. Слушай, тут у нас еще куча новостей про чудную очень странную бабу. Как ты думаешь, какая у нас баба самая странная? Самая странная мускус это Гага. Вот, потому что у нее даже имя-то, вот это вот Гага, это вообще, в принципе, жаргон, да. Ну, типа, не в себе сумасшедшая. Ну, Гага, Ку-ку. На местном этом месте. Леди Ку-ку. Леди Ку-ку. Ну, первое дело, значит, она заявила, что споет в космосе. Это событие, да, будет в 2015 году. Ой, блин, дожить бы. Она полетит на орбиту. Там будет, в общем, трехдневный фестиваль на космическом, на вот этом вот космодроме каком-то там в Афлориде. Простите, что будет? Фестиваль будет музыки трехдневной. В честь этого дела она вот на корабле Virgin Galactic полетит на орбиту. Ой, мать. Это надо будет посмотреть. Ти-ти-ти. Чего ты сделаешь ради рейтинга? Ой, не говори. Уже мясо, видимо, кончилось, из которого она все костюмы делала. Ну да. Она, короче говоря, сейчас тренируется, потому что вокал там на орбите, там, наверное, специфическое вообще явление будет. Вокал-вокал. Попозорится на всю вселенную. Легко. Не попадет в этот, как его, фанеру. А как там фанера интересна? Вот мне, знаешь, у нее просто механика интересна. Как, кстати, фанера там быть? Куда это все воткнуть? О, она еще с женихом рассталась очередным. Ну да, значит, она рассталась тут же... Ну, это сплетни были, что она расстается с женихом Тейлором Киевом. А не сплетни, это как? Ну, якобы она так занята, что совсем с ним не видится. Но я так думаю вообще, что дело не совсем в этом. А в том, что жить с такой женщиной, это отдельное приключение. В общем, отдельное приключение на пятую точку, видимо, ему надоело. Но синсанция продлилась недолго. Да-да-да. Ну что, вроде как не расстаются они, все в порядке. Вот доказательства даже есть. Фотка такая с твиттера, где они там целуются. Ну, ладно. С ними. Это не самое интересное. Там дата есть на фотке? А? Дата на фотке есть. Даты нет. Все. Поехали дальше. Все. Все. Так. А тут еще, слушай, еще интересно. Она тут на красной дорожке церемонии вручения наград Ютьюба появилась. Да. Ну и видишь, знаешь, вообще в виде щелкунчика. Там такие зубы железные были. Жизнь, женщина. А она еще и курит марихуану. Ну, а ты как думала? 15 сигарет в день. Как ты думаешь, вот на трезвую голову вот это все вот делать можно вообще? Нет, сложно, сложно. Ну, хотя это смотря какая голова трезвая. А то некоторые трезвые головы, они в пьяном виде трезвие. Нет, она говорит, ее марихуана успокаивает. Она ее как медикаменты использует. Видимо, если она не курит, она вообще житет. Ой, как хорошо. Я представляю, что у нее с головой, когда она не курит. Мама родная. Ну, жгут не только представители шоу-бизнеса, но и некоторые общественные организации. Некоторые общественные организации преимущественно расистские. Жгут напалмом просто. Короче говоря, новость такая. Новость такая. Хорошо, сядьте, потому что это будет забавно. Я сижу плотно. Вот. Питерское отделение коммунистов России обратилось с заявлением в полицию и в прокуратуру. И. Спроидно привлечь американского актера Сильвестра Сталлоне к ответственности. По статьям. 242. Незаконное распространение порнографии. Ась. Шо? 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Шо? Дальше. И 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. О, мама родная. Вот. А с чего он трогает? А вот. Слай приехал в Санкт-Петербург с выставкой. У него выставка картин в Русском музее была. В общем, картин достаточно неплохих. Очень интересная живопись. Он, да, он интересно рисует. Вот. И тебе вот такой вот подарочек. Понимаешь, кирпичом по морде. Ну, свод, слай. Цитата. Вот сейчас ляжешь. А, ну, давай. Мы требуем отменить выставку Кровавого Рэмбо в Русском музее. Там, где более столетий размещены шедевры русской живописи, на целый месяц хочет по-хозяйски поселиться наглый американский оккупант российский русофоб. Что они там курят, а? Не знаю. Они, по-моему, сертификатом перепели. Может, они манифест этой коммунистической партии скурили там все, все, все. Бедный слайк. Кстати, эти же придурки хотели эту Леди Гагу тоже там привлечь за что-то. Серьезно, какие люди коммунисты? В Питере что-то в воздухе не тает. Ну да, жуть какая. Ладно, давай теперь как-то вот серьезные вещи у нас. Ничего, ничего. О, Дэми Мур наконец-то как вчером расплевавшись. Да, но они вместе не живут давно, мы об этом уже говорили, там у него новая любовь. Ну, а теперь они не муж и жена уже официально все. Документы получены на ручку. Не поняла. Он что, бросил актерство и пошел в Леново? Я не знаю насчет бросил, но вот он официально заявил, что он будет инженером-разработчиком компании Леново. А ничего там ему больше платят, чем за фильмы? Ну, вот как бы так вот поприличнее сказать, актер он такой, каких, в общем, достаточно много. Да, чего попросту. А может, он и гениальный дизайнер, вот он будет заниматься дизайном нового планшетника Леновского. Да, ну. Соляч? А, так вот. Китайцы, видимо, решили на корню весь Голливуд скупить. А что, почему нет? Ну, а то он теперь с Дэми разрушился. Если перс сброс, он в свое время в Японии и Китае рекламировал часики. Если всякие Брюсы, Уиллисы там не стесняются рекламировать эти спиртные напитки. А че это? Че такое? Не, ну, этот-то работать собирается типа. Типа опа. Ну, вот. Вот посмотрим. Выйдет новый планшетник там, скажем, о, черпава. Я уже боюсь. И что у нас напоследок? А напоследок, знаешь, грустная вещь. Вот у них, понимаешь, как-то вот эти разводы пошли, знаменитых пар. А это, это, поверьте. Ну, да. Ну, видимо, зараза такая вещь. Ну, короче говоря, развод не развод, но поговаривают о том, что Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт расстаются. Да? Несколько лет назад вообще, помнишь, курсировали новости, что Джада увлеклась Марка Мэнтон. Ну, помню, помню. Они там не стали сниматься в сериале, да? Да. И был такой вот слух, да, что там что-то какой-то роман у них наклюнулся. Ну, да. И снял, что это неправда. Уилл Смит даже с Маркушей там фотографировался. Марка Мэнтония тоже говорил, что это семья какая. Да, мы вообще лучшие друзья. А лучших друзей не это самое. Да, не это, не самое, кстати. Точно. Ну, вот, может, конечно, все и правда было, нам никто ничего не расскажет, но вот меня интересует только одно. А кто на этот раз виновник торжества? Те скоро объявят, не боюсь. Да, я как бы не боюсь, но просто очень любопытно. Любопытство сгубило кошку. Хотя нам любопытство на пользу. Нам на пользу, потому что это интересные дела. Ну, в общем, у меня как бы новости иссякли. Все? Все. Ну, в следующий раз будет очень интересно, там у меня скопилось просто много всякого родного. Бабиой! Да, потому что я тут сортировала информацию. Вот она вечно сортирует всякое. Вот вы приходите, а она сортирует. Ладно, ребята, девчата. Спасибо, что я этим занимаюсь. Мужики, баба, куда денешься? Куда денешься с подводной лодки? Нажимаем. Ну, все. Вот, свидание. Подписывайтесь на наш канал. Да, да, да. Ждем-с. Подписываемся. Все, пока. Bye. Bye. А теперь надо сделать bye.